всем привет меня зовут аня добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра сегодняшнем видео как вы уже наверняка поняли по названию я вам буду рассказывать о самых первых признаках беременности о тех признаках которые могут вам указать на вашу беременность еще до задержки до того как на тесте вы увидите ваши две заветные полоски поэтому кому интересно смотреть такого рода видео я сама лично узнала своей беременности именно по вот этим признакам которые буду сегодня вам оглашать так что всем кому интересно то конечно оставайтесь и смотрите это видео я сейчас нахожусь в юрмале на отдыхе потому что в риге была дикая жара это я говорю для тех кто не подписан на мой канал кто может быть открыл это видео кому только интересна тема беременности в общем я переехала сейчас на время из риги в юрмалу потому что в риге было дико жарко здесь немножечко полегче потому что воздух более свежий и температура немножечко ниже поэтому чувствую я себя здесь гораздо лучше в общем как обычно признаки чтобы не за ничего не забыть я выписала себе в телефон и первое что я хочу вам сказать о каком признаке я хочу поведать это болезненность груди у меня в принципе болезненность груди присутствует и перед месячными то есть это для меня не ново я знаю что у некоторых людей она вообще отсутствует то есть как бы не перед месячными никак вообще никаких боли никаких каких-то дискомфортных ощущений они не чувствуют у меня болезнь из груди всегда присутствует но перед именно беременностью это чувствительность была совершенно другая груди стали просто неимоверно тяжелыми они увеличились в размере они стали настолько болючие на ощупь что я действительно не могла прямо до них дотронуться и вы знаете я сразу поняла да они болезненные но как-то по-другому чем обычно и слово сказать мы планировали планировали беременности получилось у нас к счастью все с первого раза я действительно чувствовала что да болезненность груди присутствует но она абсолютно другая на более сильная на более интенсивная и груди увеличились размере настолько что даже мой муж заметил и это сразу навело меня на мысль что да я беременна хочу также сделать небольшое отступление эти признаки которые я вам сегодня буду рассказывать понятное дело они будут работать не для всех потому что сейчас уже с высокой колокольни своей беременности я могу сказать что сколько я вот слышала историй от беременных женщин от своих знакомых от своих коллег по работе подруг и так далее очень много есть отличий то есть беременность каждая настолько уникальная это какой-то свой космос это настолько все индивидуально что конечно вот эти вот нюансы вот это вот эти вот вещи кто-то может быть из вас скажет что никаких вот этих признаков до которые я вам сегодня расскажу у них не было потому что я слышала такие истории что некоторые женщины узнавали о своей беременности чуть ли не там на четвертый месяц когда они уже были беременны ну то есть конечно же все это сугубо индивидуально но я вам рассказываю именно о тех признаках которые меня натолкнули на мысль и которые оказались действительно правдивыми в общем болезнь из груди это такой самый самый первый признак на который я естественно не могла не обратить внимание следующий признак это те же тут у меня записано тошнота тошнота чуть ли не сразу буквально после зачатия я честно говоря в это не верила я смотрела некоторых девушек видео на ютюбе которые тоже были беременны и они говорили что у тех у кого был там токсикоз у них тошнота началась чуть ли не сразу после зачатия вы знаете у меня действительно тошнота пришла очень и очень рано не такая прям дикая тошнота со рвотой но я первый раз заметила обратила внимание когда очистила зубы в ванной и стала полоскать рот обычно я всегда полощу рот вот этой своей любимой полоскалкой она такая мятная приятная и тут я понимаю что я полощу и у нее какой-то другой совершенно вкус очень странный то есть я еще даже посмотрела подумала может быть это какая-то другая у нее какой-то другой вкус или я не то купила я поняла что я вот так и прополоскала значит свой рот и потом мне прям начался этот приступ тошноты я подумала очень странно дальше это начало мне повторяться следующее утро то же самое я поняла да это мне не свойственно и я тоже стала искать в интернете в интернете тоже многие говорят что да тошнота это может быть таким вот предвестником беременности в общем у меня это тошнота наступила крайне крайне рано которая потом плавно перетекла в токсикоз про токсикоз я сниму отдельное видео потому что он того заслуживает поверьте мне мне есть что вам рассказать частота мочи и спусканий я заметила что я стала очень часто бегать в туалет и вы знаете я по сути свои водохлеб я пью достаточно много воды с беременностью очень полезно пить много воды но тут я заметила что я стала бегать гораздо чаще чем до этого и стала тоже искать конечно же в интернете потом спросила у своего гинеколога чем это обуславливается это обуславливается тем что матка уже в беременном состоянии хоть и на совсем совсем ранних сроках она начинает как бы набухать увеличиваться в размерах и так как это не свойственно не беременному организму то получается она немножечко начинает как бы поддавливать на мочевой пузырь потому что там все находится очень близко вот и поэтому поначалу может быть вот такой симптом как частое мочи и спускания потом организм к этому привыкает это проходит но также это может вернуться уже на поздних сроках беременности когда ребенок уже большой ребенок уже всем своим весом просто давит на мочевой пузырь и это может как повторится но уже в конце беременности также и в начале у меня это было я это заметила я это отметила и это конечно же тоже относится к первым признакам беременности головокружение головокружение у меня начались в то же самое время как и тошнота то есть я замечала что когда я например первый раз я заметила когда жарила блины я подошла к плите начала жарить блины и я понимаю что мне становится нехорошо у меня потемнело в глазах и мне нужно было даже знаете подержаться за стол за столешницу чтобы удержаться и не упасть и поначалу мне это очень напугало потому что я не поняла с чем это связано но потом опять-таки сопоставив все факты я подумала что это связано именно с тем самым с беременностью и потом вот эти головокружения начали повторяться особенно когда были какие-то контрастные контрастность температур то есть например если я приходила из более холодного помещения более теплая и наоборот раньше у меня такого мне это было не свойственно поэтому это был новый для меня симптом на который конечно же я не могла не обратить внимание и он оказался опять-таки правдивым быстрая утомляемость это следующий симптом я действительно заметила что я начала утомляться просто как будто бы я там поле перепахала знаете тяжелую какую-то делала работу я помню что я пошла на маникюр и уже на маникюре мне захотелось спать хотя я очень хорошо выспалась до этого и вот утомляемость и постоянное хотение спать то есть я выспалась хорошо поспала даже по моему больше чем обычно и при этом у меня вот это присутствует какая-то присутствовала сонливость вот это вот утомляемость мне постоянно хотелось прилечь мне постоянно хотелось спать хотя для меня в обычной жизни это было не свойственно, то есть я могла, например, в течение дня покушать и буквально лечь на диван, потом проспать часик или два даже, проснуться, как ни в чем не бывало, уже более свежий, более такой, знаете, полный сил, но вот эти вот постоянное хотение спать, вот эта вот постоянная сонливость, какая-то такая, знаете, все время хотелось мне идти накрыть на себя одеяло, как медвежонок в берлогу пойти и поспать, то есть это, конечно, тоже, я сразу обратила внимание, что вроде бы я делаю все то же самое, что и раньше, то есть у меня нету никаких повышенных физических нагрузок, а утомляюсь я гораздо быстрее, то есть и потом, конечно, я тоже стала смотреть в интернете, совпадают или не совпадают все эти симптомы, и да, многие говорят и отмечают, что, конечно же, быстрая утомляемость и вот такая повышенная сонливость, усталость тоже является признаком, одним из самых первых признаков беременности. Следующий пункт очень интересный, мне кажется, это снижение иммунитета. Вы знаете, я знала об этом, потому что, ну, вы знаете, я настолько этим делом интересовалась, так как я уже сказала, мы планировали беременность, и вообще, вы знаете, когда ты планируешь беременность, ну, вот у меня, по крайней мере, так было, я прислушивалась просто к малейшим каким-то изменениям в своем организме, потому что, конечно, мне прямо не терпелось узнать до вот этих вот заветных двух полосок на тесте, хотелось узнать, да или нет. И, в общем, я, конечно, прошерстила огромную тучу информации в интернете, и многие отмечали, что так как снижается иммунитет, потому что для организма как бы беременность поначалу, организм может воспринимать ее как что-то инородное, и для того, чтобы организм эту беременность не отторгал, он понижает естественный иммунитет, и женщина может приболеть. То есть, очень распространены такие явления, как, допустим, может заболеть горло, насморк, что-то вот такое вирусоподобное. И у меня это случилось, это продлилось буквально 2-3 дня. Я заметила, что я хрипла как-то, осипла, хотя я тепло одевалась, то есть ни с кеми такими, с больными там людьми не общалась. Я точно заметила, что у меня наступил вот такое вот какое-то предвирусное состояние. Я думала, не дай бог это разовьется во что-то более серьезное, но вот буквально там прошло 3-4 дня. У меня это прошло, и, как оказалось, это тоже является одним из признаков беременности, вот, который обуславливается тем самым снижением иммунитета. Ну и последний пункт, о котором я хочу поговорить, это изменение вкуса еды. До задержки уже я заметила, что самым главным моим таким звоночком это стало кофе. Каждое утро я пила кофе с молоком, просто как пить. Дайте те, кто следит за мной в инстаграм, я очень часто выставляла видео, сторис с моим завтраком. И каждый раз уже девчонки знали, что я вот сейчас покажу молоко, кофе с молоком, и в какой-то момент я понимаю, что меня просто воротит от этого кофе с молоком, и что у него какой-то странный, непонятный вкус, точно так же, как вот с этим... Холодильник сейчас включился, надеюсь, не будет звук мешать. Точно так же, как вот с этой полоскалкой для рта. Я поняла, что я просто не могу пить кофе. Ни кофе, ни молоко. И я прям даже говорю мужу своему как-то странно, что мне не хочется кофе, потому что обычно я ничего другого, кроме кофе, утром пить не могла. И вот изменение вкуса еды у меня началось именно с кофе. Дальше, как я уже говорю, мы пойдем в токсикоз, но это будет уже отдельная история. Мне очень хочется поделиться, и многие девчонки тоже спросили у меня на инстаграм, был ли у меня токсикоз или не было. Он у меня был. Как я уже сказала, это действительно был такой очень и очень эпичный момент, поэтому я вам обязательно расскажу. Вот. Ну, на этом были все мои признаки. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось или показалось вам полезным, пожалуйста, поддержите меня вашим пальчиком вверх. Мне будет очень и очень приятно. Также подписывайтесь на мои социальные сети, подписывайтесь на мой инстаграм, вы там будете узнавать больше информации о моей личной жизни, о том, где я бываю, что я делаю в данный момент. В общем, да, большое спасибо. И как обычно, конечно же, я вам хочу пожелать отличного дня и прекрасного настроения, и мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока!